Шалом! И мы с мамой пошли на их мюзикл под названием «Ломер Алейненен», что опять-таки на языке идиш означает «давайте все вместе». Мне было тогда 16 лет. И хотя я с раннего детства знал о том, что мы евреи, в то время мое еврейское самосознание, по-видимому, проходило какой-то следующий этап своего становления. На следующий год, учась на первом курсе института, я с огромным удовольствием и интересом читал роман Леона Фихтвангера «Иудейская война». И благодаря нему понял, что когда-то у нас была своя страна, и у нас когда-то была своя армия, причем неплохая, поскольку даже Римской империи пришлось крепко с ней повоевать, прежде чем ее одолеть. В общем, наверное, вполне нормально это было для подростка, такое пробуждение или укрепление, становление своей национальной идентичности. Так вот, возвращаясь к мюзиклу. Мы пошли на него с мамой, перед началом, конечно, как полагается, купили программку. А мама там встретила какую-то свою знакомую и завела с ней беседу. А я в это время, пока они разговаривали, стоял, читал программку. В ней были, конечно, указаны фамилии режиссера, композитора, актеров. Я их внимательно изучал. И когда я дошел до фамилии Табачников, я повернулся к маме и с недоумением спросил, а почему это в еврейском театре играют русские? Посмотри, тут в списке актеров какой-то Табачников есть. Что, не могли евреев, что ли, найти? Мама усмехнулась и переглянулась со своей знакомой, а я перехватил этот взгляд и был страшно доволен собой, своим публичным возмущением и ревностью за наш народ. Чуть подрастя, я узнал, что Табачников – это просто фамилия Табачник, распространенная среди русских евреев и окончательно русифицированная с помощью окончания «ов». Таким образом фамилия была русифицирована. Так что вполне возможно, что тот актер был на самом деле самый что ни на есть еврей. И я переживал напрасно. А еще немного подрастя, я стал думать, а надо ли вообще переживать, если в еврейском театре работает какое-то количество русских актеров. То есть вообще не только еврейские актеры работают в еврейском театре. В конце концов, я отлично помнил, в каком восторге была моя бабушка от Михаила Ульянова, сыгравшего Теви Молочника. Бабушка обожала Шолом Малейхема, читала его на идиш. Если Ульянов угодил ей, то вы могли быть абсолютно уверены, что он сыграл Теви не хуже самого Михоэлса. Кстати, то же самое говорили и очень многие другие еврейские зрители, и русские, и еврейские, как профессиональные критики, так и просто ценители идишеской культуры. Но к чему я это все рассказываю? Потому что сегодняшнее мессианское движение, по-моему, находится вот на этом подростковом этапе своего развития. Один из вопросов, который мы задаем, это тот же самый вопрос, который я задал своей маме. А почему в этом спектакле играют не только евреи? Ведь театр-то вроде как еврейский. Вопрос, конечно, в принципе, вполне законный. Но прежде чем отвечать, давайте уточним, кто его задает и как. Для этого я снова вернусь на 30 с лишним лет тому назад. Я вырос в еврейской семье, но не на Западе, в каком-нибудь там Бруклине или Сан-Франциско, то есть в городах так называемого свободного мира, где были и есть еврейские общины, более-менее сохранившие еврейскую жизнь и традицию. Я вырос в СССР, в государстве, где антисемитизм был не просто бытовым, то есть на уровне совершенно будечных обвинений в том, что мы, жиды, распяли их, русского Христа, а государственным, где за изучение еврита и соблюдение еврейских обычаев можно было запросто угодить за решетку, где процентная норма, ограничивавшая поступление евреев в высшее учебное заведение, была в три раза строже, чем в царской России, где пресловутый пятый параграф в паспорте был для многих позорным клеймом, которого многие стыдились. Более того, я вырос не просто в Советском Союзе, а вырос в закрытом городе Горьком, куда иностранцы не допускались, хотя каждая бабка знала прекрасно, на каком заводе у нас делают погодные лодки. В общем, атмосфера оставляла желать лучшего. И тем большим плюсом было, что никто в нашей семье не был коммунистом и не скрывал своего еврейства. Хотя и не афишировал его, конечно, без особой надобности. В дополнение к обычному страху, царившему в тоталитарном совке, на нас давил еще и страх перед антисемитизмом. Так вот, человеку, растущему в таких условиях, обнаружить в своем еврействе хоть что-то хорошее, это все равно, что глотнуть холодной воды в пустыне. Ну, представьте, что вам всю жизнь твердили, что вы урод, а потом вдруг вы узнаете, что на самом-то деле вы очень даже и вполне себе ничего. Это благая весть, как соломинка для утопающего, и за нее ты цепляешься изо всех сил. И даже не думаешь о том, чтобы хоть на долю секунды разжать хватку, ослабить хотя бы даже ее. Моя бабушка, пережившая голод в годы Второй мировой войны, до конца жизни не оставляла на тарелке ни одной крошки. Ну, а теперь давайте подумаем о нашем мессианском иудаизме. Благая весть о том, что еврей, верующий в Ешуа, не обязан расставаться со своим еврейством, была для многих из нас именно такой соломинкой, за которую мы вцепились мертвой хваткой. Церковный антииудаизм – это явление куда более древнее, чем советский антисемитизм. И оно погубило за столетия своей истории куда больше евреев. Поэтому наша реакция на него вполне объяснима. И наша еврейская идентичность подавлялась и отвергалась церковью так долго, что сейчас мы иногда превращаемся не просто в ревнителей нашей еврейской традиции, а в самых, что ни на есть, неумеренных ревнителей ее, если выражаться словами Шауля. То есть крышку, плотно закрывавшую кипящий котел, чуть сдвинули, и пар со свистом вырывается наружу. Маятник отпустили, и он на полной скорости летит в противоположную сторону, из одной крайней точки в другую. И поэтому, когда это мы спрашиваем, зачем нам, не евреи, мы задаем этот вопрос, возможно, с некоторым опасением. Подтекст его такой. А не лучше ли без них? А не хватило ли с нас вынужденного общения с ними, которое не всегда было таким уж приятным? И теперь, когда никто к этому общению вроде как больше не принуждает, слава тебе Господи, не пора ли нам отдохнуть от них и просто спокойно пожить без них в нашем еврейском междусобочке? Немного прийти в себя, успокоиться, залезать раны и самим, то есть без них, понять, как нам, евреям, жить дальше. Вот какова подоплека этого вопроса, что за ним стоит. И это важно понять прежде, чем мы перейдем к ответу на него. Конечно же, мессианское движение может называться еврейским только при условии, что евреи составляют подавляющее большинство не только в руководстве, но и во всем движении, на микроуровне это означает, что община, состоящая на 80% из неевреев, например, на 80%, не является еврейской, даже если все ее лидеры прямые потомки царя Давида, по отцу и по матери. Ну и, конечно же, нам нужно прийти в себя, безусловно, не залезать раны, а исцелиться от ран, как от наших личных, так и от наших коллективных. И здесь первое, в чем неевреи, на мой взгляд, могут нам помочь. Исцеление неполное до тех пор, пока бывшие враги не становятся друзьями. И в нашем случае это означает, что нам очень важно иметь общение с нееврейскими верующими в Ешуа, которые уважают нас как мессианских евреев и поощряют нас жить по-еврейски. И я не вижу никаких проблем в том, чтобы некоторые из них были членами наших общин. Их присутствие и служение является прекрасным примером, прекрасным, простите, постоянным свидетельством того, что не все христиане антисемиты, что у нас есть настоящие друзья не только где-то в церквях, но и вблизи. Друзья, которые идут с нами по нашему пути и поддерживают нас. Я убежден, что многие неевреи посещают мессианские общины именно с этой бескорыстной целью, чтобы служить нам. И таких людей мы должны принимать с благодарностью за их посвящение нашему народу и тому, что Господь Бог делает среди нас. Вторая важная роль неевреев в мессианском движении – дополнять нас своими сильными сторонами. Ведь у каждого человека или сообщества есть свои ограничения, свои сильные и слабые стороны, в том числе и у нас, мессианских евреев. О чем идет речь? Я поясню на примерах. На вопрос о том, кого Господь Бог любит больше – евреев или язычников, мы, мессианские евреи, конечно, хотели бы ответить – евреев. В конце концов, мы же первые у него, а к первенцу всегда особое чувство, особое отношение. Но правильный ответ на этот вопрос – это, что Господь Бог любит нас не больше, чем их, хотя мы и первые. Дело тут не в нас, в том, что мы лучше или хуже, а в нем, потому что вопрос-то в конечном счете о том, лицеприятен ли Бог. И неевреи в наших общинах своим присутствием напоминают нам о том, что Бог, создавший нас всех по своему образу и подобию, нелицеприятен. И в них, в этих неевреях, находящихся среди нас, наше собственное спасение от расизма. Без них мы гораздо более искушаемы будем, гораздо сильнее будем искушаемы возомнить себя высшей расой. Еще пример. Важно ли верить в божественность Ишуа? Еврейское ли это дело – верить в божественность Мессии? Среди неевреев, верующих в него, этот вопрос давно решен. Можно не соглашаться с формулировкой этого решения, называть Бога Троица или не называть. Можно сетовать на то, что это решение сформулировано в греческих понятиях, и что в то время антиудаизм уже цвел в церкви пышным цветом, здесь чем на соответствующие церковные соборы мессианских еврейских лидеров не приглашали. Есть еще очень много других поводов придраться к ним, даже очень серьезных поводов. Однако суть дела от этого не меняется. Без веры в божественность Мессии спасения нет ни у кого, ни у евреев, ни у неевреев. А между тем сомнения в божественности Ишуа возникают чаще именно у нас, у евреев, чем у неевреев. Поэтому они, неевреи, в этом вопросе могут быть для нас своеобразным якорем, стабилизатором. Ну и еще один пример. Мы спасены за заслуги наших праотцев, то есть Авраама, Ицхака и Якова, или исключительно по благодати Господа Бога, избравшего нас и их. Если читать Мидраж, то там о наших праотцах написаны очень приятные нашему еврейскому уху вещи. Однако если читать Туру, то создается впечатление, что Авраам пытался при всех своих заслугах, при всех своих сильных и позитивных сторонах, при всем при этом, пытался спасти себе жизнь ценой чести жены. А Яков при всем уважении, при всех своих заслугах и сильных сторонах, и достижениях, и всем прочим позитивным, что о нем можно сказать, при всем при этом он создается такое впечатление, был не самым честным человеком. И тогда получается, что жизнь вечная дана нам не за заслуги наших праотцев перед Богом, а вопреки их грехам и слабостям. То есть исключительно по благодати Божьей. Не евреям гораздо проще увидеть в Торе не только положительные стороны ее героев, но и отрицательные, то есть оценивать их более объективно. А в то время как мы с нашей гиперчувствительностью к антисемитизму, вполне объяснимой, склонны объявить антисемитам любого, кто посмеет сказать о нас хоть что-то негативное. Ну, в таком случае самые великие антисемиты – это наши собственные пророки, ну и сам Господь Бог, посылавший их. Одним словом, у нас, как у любого человека и у любого народа, есть свои слепые пятна. И в этих вещах нам нужна помощь, точно так же, как другим нужна наша помощь. Отрицать это и считать себя самодостаточным – это глупость, простительная в детстве и подростковом возрасте. Надеюсь, со временем мы повзрослеем. Спасибо. Шалом.